Хорошо, как учился? В оценке выше среднего... Ну, я имею в виду, тестировали. В четвертом классе отличником был. Еще подключился Леха, который вчера техники тест-дизайна сдавал. И сегодня на нем бревно висит. Да. Получается, сдал, да. Ну ладно, окей, поехали. По старой схеме. Давай, ну. У, пошумим. Я хочу от тебя сына. Отлично. По старой схеме, банда в сборе. Так, всем приветики. Сегодня у нас тестовое собеседование, либо экзамен. Телефоны отключите, вот это звук у кого пикнуло. Спасибо. Тестовое собеседование, экзамен. Будем экзаминировать Рому по техникам тест-дизайна по лекции номер 8. Рома присутствовал на лекциях. Уже прошло с окончания лекции про тест-дизайн сколько? Месяца 4. Да. Вот. Рома в своем темпе движется, успешно сдав 7 лекций. И сегодня 8 мая. Ну, посмотрим. Так, Рома, сделай просто небольшое интро про себя. Вот, как на собеседовании. Тебя спросили, tell me about yourself. Ну, не на английском. Менеджер уже 12 лет в одной компании, в эпицентре, на руководящей должности. И решил сменить род деятельности на тестирование. Хорошо. Как учился? В оценке выше среднего. Ну, я имею в виду, тестировали. Как учился? Ну, прошел курсы. В четвертом классе я отличником был. Хорошо. Так, ну, рассказывай, как тестирование учил. Послушал лекции ментора Илариона, да? Сеньора Галушка Илариона, плюс сторонние видео, читал литературу. Какое литературу? Это Романа Савина, тестирование.дотком. И сейчас читаю Куликова. Ну, Куликова, хорошо. Уже получше. Так, что еще я хочу про тебя узнать? Почему решил в тестирование пойти? Почему именно тестирование? Ну, привлекает аккуратность и педантичность. И находить именно неисправность или какие-то нисходства от заданных параметров. Хорошо. А почему не в разработку? Не знаю. Мне кажется, в разработке больше можно допустить этих нисходств. Ну, окей. Окей. Ну, нужно подумать над этими вопросами и проработать перед собеседованием. Окей, давай. О, я же еще на интердакшене не рассказал, кто у нас сегодня еще подключился. Еще подключился Леха, который вчера техники тест-дизайна сдавал. И сегодня на нем бревно висит. Иван, который успешно пролетел сквозь техники тест-дизайна. И я его почти ничего не спрашивал. И поставил его, можно сказать, автоматом техники тест-дизайна еще месяца три назад. Иван, красавчик. Сегодня посмотришь, какие вопросы будут. Получается так. Получается так, да. На софт-скиллах. На софт-скиллах пролетел, да. Молодец. Ну, Иван, кстати, первый, кто сертификат получил. И вот два кандидата еще. Рома и Леха. Окей, Рома, поехали. Сразу с вопросиком. Для чего вообще нужны техники тест-дизайна? Для создания тест-кейса. Точнее, это создание тест-кейса, но минимальное их количество для закрытия, проверки того или иного функционала. Минимальное количество тест-кейсов. Ну, хорошо. Минимальное количество тест-кейсов – это один? Нет, минимально достаточное количество тест-кейсов для проверки функционала. Хорошо. А как мы знаем, какое это количество? Ну, для этого же есть техники тест-дизайна. Какую выберем, то и будем определять уже. Ну, хорошо. То есть мы, когда тестируем, должны применить все техники тест-дизайна и по ним написать тест-кейсы? Нет, мы сначала смотрим на поставленные задачи, спецификацию. Смотрим. Открываем, начинаем, увидим, что нам нужно тестировать и уже начинаем понимать, какую-то технику тест-дизайна будет лучше применить. Если это, допустим, с числами, то это будет у нас с граничными значениями связано, возможно, даже и эквивалентное разделение с граничными значениями. Может, будет проще применить таблицу принятия решений. Хорошо. И скорее всего, с таблицей принятия решений, это будет в два раза больше тест-кейса, чем эквивалентное. Интересно у тебя это наблюдение. Окей. Тогда мне расскажи, для чего не нужны техники тест-дизайна. Хорошо рассказал. Расскажи мне, что такое тест-дизайн. Ну, это создание тест-дизайна. Хорошо. Да, создание тест-дизайна. Хорошо, отлично. Мы можем тестировать систему, не используя техники тест-дизайна? Прервался. Пакеты не долетают. Оба пакеты не долетают. У меня? Оно 1, 2, 3. Да, нормально, долетели. А ТБ? Так, я считаю... У меня тоже. Я же не могу вспомнить. Какой вопрос был? О, Леха Бревне наносил. Техники тест-дизайна. Техники тест-дизайна. Да, да, да. Тема техники тест-дизайна. Я хотел спросить, мы можем тестирование провести, не используя техник тест-дизайна? Можем, но это все равно уже называют техникой тест-дизайна. Какой техникой это называют? Эксплорер тестирования. Ну, эксплораторий, это не совсем техника тест-дизайна. Это как подход к тестированию. Ну, давай, раз уж затронули, что такое эксплораторий тестинг? Ну, это мы по ходу выполнения проверки сразу пишем тест-кейсы и изучаем систему. Ну, еще можно добавить, что эксплораторий тестинг – это тестирование, основанное на опыте тестировщика. Ну, на опыте тестировщика. Да. Это experience-based... Experience-based technique. Вот так. Техника, основанная на experience. English при интермедиатре. На опыте. А? English при интермедиатре. А, English при интермедиатре. Понял, принял. Да-да, есть контакт. Так, хорошо. Назви мне тогда, какие вообще есть техники тест-дизайна. Эквивалентное разделение, проверка ограниченных значений, причина-следствие. Так. Предугадывание ошибки. Ага. Потом... Ну, вот это же исследовательское. Окей. Попарное тестирование. Ага. Как попарное еще будет? Ага. Как попарное по-другому называется? Powerwise. Powerwise, хорошо. Еще какие-то знаешь? Блок-схема. В принципе, можно вспомнить, да. Ой, ну и блок-схема. Сейчас. О, давай, вспомни, вспомни. Это табличка. О, диаграмма. Диаграмма. Сегодня будем нарисовать. Давай, Леха, помоги. С табличкой? Не, не табличкой. Да. Граф в состоянии переходов. Либо state transition diagram, либо... Ой, как его еще называют? Decision graph. Ну, короче, несколько названий есть. Table, по-моему, да? Как-как? Decision table? Что-то такое было, нет? Ну, это таблица принятия решения. А можно то же самое в графе нарисовать. Так, хорошо. Рома, расскажи нам, пожалуйста, какая техника тест-дизайна самая лучшая из тех, которые ты перечислил? Ну, мне кажется, нету такого понятия. Есть подходящее, а не лучшее. Хорошо. Ну, допустим. А, ну, в теории, извиняюсь, есть исчерпывающее тестирование. Ничего себе. Ну, в принципе, ну, понятно, что мы не можем... Да, оно недостижимо. Да, да, один из принципов тестирования. Хорошо. Так, что у тебя такое интересное спросить? Ну, давай... Не, ничего. Давай мы с тобой откроем... Вот ты технику тест-дизайна забывал? Так, там какой-то момент там прилетел? Вот Иван, да, Иван, пожалуйста. А ты хотел, чтобы спросить, что может быть применял, где применял, как применял? Хороший вопрос, да. Как использовал применял? Да, да, как применял техники тест-дизайна? На чем тренировался? Какие тесты писал? Ну, вообще пробовал эквивалентное разделение. На каком функционале? Я понял, что его можно применить вообще абсолютно на любом, начиная от... То есть это идет у нас... Мы берем множество, делим множество до того момента, пока не поймем, что оно покрыло весь наш нужный функционал. Не, хорошо. А какой конкретный функционал ты пробовал протестировать? Вот смотри, допустим, окно регистрации состоит из четырех полей, к примеру. Это у нас почта или номер телефона, к примеру. Потом никнейм и пароль, допустим. Давай возьмем, допустим, три. То есть мы можем их эквивалентно разделить на валидные и невалидные данные, введенные в поля. Можем. Давай. Можем. Вполне, окей. По таблице принятия решений тоже можно эти же три поля протестировать. Так, хорошо, теперь я тебя спрошу, а какой вопрос был? Хорошо. Мой. Помнишь, какой вопрос был? Да, да, да. Где применял техники тест-дизайна? Да, хорошо. Давай мы с тобой на примерчике. И ты вот забыл технику, как называется, граф состояния переходов, State Transition Diagram. Давай с тобой заходи на вкладочку, которую я тебе... Ну сначала этот же расшарит, да? Да, можешь расшарить, да. А ну если я попробую расшарить вкладку, видно будет именно вот эту вкладку или нет? Да, не знаю. Ладно, давай весь экран сейчас попробуем. Просто оно у меня начинает, понял, плавать. Так, хорошо. Теперь переходи назад, смотри мой экран. Смотри мой экран, я тебе буду задачку диктовать. Окей? Угу, да. Смотри, у нас есть YouTube-чик. Ну, просто какой-то сайт, куда мы можем залить видео. Угу. И вот мы сейчас с тобой это делаем. Мы заливаем быстренько какой-нибудь видосик. Нет, нет, не быстренько. Не, не быстренько. Твой экран тоже плавает. Да? Так, сейчас. На где-то, не знаю. 10 мега, да. Вот, мы быстренько заливаем видосик. Вот, видишь, внизу. Угу. Угу. После этого мы нажимаем далее. У нас происходит обработка видоса, проверка. Угу. на нарушение в видео и так далее. Если там контент 18+, и так далее. Угу. У нас есть этап, когда видео... Смотри. У нас есть этап, когда видео мы только начинаем загружать. У нас есть этап, когда видео загружается. У нас есть этап, когда видео загрузилось. У нас есть этап, когда видео проверяется. И есть этап, когда видео проверено. И у нас есть возможность запаблишить видео. Запаблишить, то есть пользователям его вылить. Ну, доступ вот это сверху, да? Да, да, да. Ну, доступ это вылить уже в открытый доступ. Смотри. Доступ по ссылке. Стоп, нет, что ли? Какой-то видос в YouTube залил. Сейчас посмотрю. Так, смотри. У нас есть видосик. Не, не залил. Фу. У нас есть видео. У нас есть разные состояния этого видео. Разные, я бы сказал, статусы. И я хочу, чтобы ты нарисовал на диаграмме состояние и переходы, в которых бывает это видео. Задача ясна? Ну, в принципе, да. Да. Хорошо. Да. Тогда смотрим. Пока человек рисует, надо, получается, какие-то историки рассказывать веселые. Да нет, какие истории. Он должен рисовать и уже что-то рассказывать. Чтоб кишину забивать на собеседование. А можно еще секунду взглянуть, какие у нас там эти… А я тебе помогу. Ты меня спрашивай. Я тебе помогу. Первое состояние у нас… Не состояние. Обработка, по-моему, видео, да? Ну, допустим, обработка, да. Или… Нет, проверка. Ну, в принципе, мы можем сначала выписать, какие вообще есть статусы видео. А после этого… А после этого… А после этого ты уже будешь их соединять, да? Да, 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 да. Ну, давай подумаем. Ну, первое, может, начнем со состояния покоя. О, отлично. Состояние покоя, да. Состояние покоя. То есть, видео еще мы не загрузили и не выбрали даже. Оно есть. Да. То есть, просто у нас вот эта страничка, пожалуйста, выберите видео. Да. Да забей без единичек, без двочек, просто пиши это состояние. Потом и так до завтра мы справимся. А то мы так до завтра не справимся. Без единичек, двоечек просто пиши. Понял. Выбираем файл. Хорошо, выбираем файл. Что сложно, у тебя раскладки там русской нет, да? Есть, есть. Да. Нажимаем, ну, загружаем. Загружаем, хорошо. А, ну, в принципе, у тебя уже неплохо идет. Давай, я рисую сразу в состоянии переходов. Ну, в принципе, то, что ты справа начинаешь писать, это уже. Боже, я только заметил, вау, Алексей, вы без бревна. Алексей же, да, что-то понял в этой жизни. Так. Викторич, можно вопрос пока? Да. А вы новый ракурс тестируете? Вы сегодня вот так? В плане вот так? Ну, типа, обычно вот так прямо. Обычно вот так. Не, не, вот так лучше, кстати. Так, хорошо, выбираем файл. Так, загружаем. Что, Леха, нормально пока идет? Загружаем файл, да, выбираем файл, загружаем. Не, ну, там же состояние, например, выбрать файл, выбираем файл, к примеру, потом загрузить файл, а потом там отменить. Тут выбираем файл, загружаем файл. Вы выбрали файл, нажали загрузить, можем более детально определить, что файл загружен. Хорошо, файл загружен. Что после этого? Проверка на соответствие. Ну, просто проверка. Проверка, хорошо. Что после проверки? Давай мы по-простому сделаем. После проверки у нас публикуется видео, публикация, то есть мы сейчас не будем сейчас залазить во все возможные состояния, потому что их намного больше здесь будет. Ну да, можно вообще там расписать более детально. Да, да. Публикация. Публикация. Там загрузка фильтра уже много. Да, да, да. Так, хорошо. Публикация. И какой еще у нас может быть статус после публикации? Отправка в открытый доступ. Ну, публикация это уже в открытом доступе у нас. А, это уже в открытом доступе? Да. В открытом доступе. Да. В открытом доступе выложен. Ну, это уже выложен. Публикация это уже выложен. Ну, и все. В открытом доступе. Мопро. Хорошо. Иван, какой может быть еще статус после того, как видео выложено в ютубе? Проверка, что оно вообще работает. Не, ну, это ты уже сам будешь справляться. Не, ну, уже с проверка была. Иван, давай. Такое вопрос, извините, пожалуйста. После публикации видео на ютубе, какой еще может быть статус конечный? А, может быть, не опубликовано. У меня такое было последний раз. Превышает размер. Не, уже. Ну, да, уже опубликовано. Уже можем его смотреть. Какой еще статус может быть? Единственное, что мы можем это ограничить доступ. Могут заблокировать тебе его. На нарушение прав. После публикации уже. Это уже все прошли. Не, не, это может быть после. После публикации, ну, можно. Неплохой вариант. То есть, не сразу проходит время. Пожаловаться могут. Подспаска сбоку, кстати, да. Да. То есть, его могут заблокировать, да. То есть, пишем блог, да? Блог, да. Какие еще варианты после публикации, что еще мы можем сделать с видео? Рома отвечает. Удалить. Ну, хорошо, да. Да. Удалить, да. Удалить, да. Хороший вариант. Так, удалить. Ну, расшарить, например. После удаления, что мы можем сделать с видео? Ну, мы сейчас просто про видео. Не про весь функционал YouTube, а мы про статусы видео. После удаления видео, что можно с ним сделать? После удаления. Да, опять же, Рома отвечает. Да, да, да. Ну, перезалить заново можем. Удалить. Хорошо, чем мы. Удопис. Ну, можем восстановить. Ну, окей. Хорошо. Если у нас есть функционал восстановления видео, то как будет выглядеть граф в состоянии перехода? Ну, после удаления. Да. После удаления у нас есть восстановление видео. Если честно, я просто этим функционалом не пользуюсь, но не пользовался ни разу. Да, да, да. Мы сейчас не именно про YouTube, мы просто… Да я понял, но я предполагаю, что это опять будет после удаления… Опять публикация, да? А? Опять публикация, да? Ну, это если широко, то да. Но он где-то же должен будет храниться в удаленных, правильно? Ну, да. Ну, после удаления мы… Ну, давай мы… Смотри, более правильно на графе состояния перехода вписать статусы не «удаление», а «удалено». Как? Пакеты ушли. Такие… У меня ушли пакеты? Да, да, да. Все, здесь снова нормально. Да, сори. Что ты говорил? Возвращайся мне, да. То правильно описать состояние не «удаление», а «удалено». То есть состояние видео у тебя «удалено». Да. У тебя не публикация, а «опубликовано». Я понял. Да. Файл выбран. Проверено. Пусть это действие уже совершено. Да, или состояние «проверка выполняется», допустим, да, а потом «проверка выполнена». Ну, окей, пускай будет «проверка» у нас тут. «Опубликовано», хорошо. После удаления, какой у нас статус может быть, что мы восстанавливаем видео? Ну, снова «опубликовано», да? «Переопубликация», «Переопубликовано». Ну, это мы опять же… Давай, пускай у нас просто будет опубликовано. Хорошо. Давай вернемся вверх, в самый верх. Что у нас может быть на этапе выбора файла? Ну, вот если мы выбираем файл, то в позитивном случае мы выбираем файл, а в негативном… Он может не подойти по размеру… Может, да, либо пользователь просто нажмет «cancel» и все, я не выбрал файл. Да, да. Отобрази, это здесь. Блин, я себе котом больше нравлюсь, чем человеком. Да? Ну, все, Иван. Да ты знаешь, что ли? Сделай татушку кота себе на лице. Блин. Ну, получается, неподходящий размер, да? Говоришь, как моя бывшая. Хорошо. Ты в курсе, что я же был на лекциях. Я помню твердая восьмерка. Ну, не знаю, твердая. Либо же отменено. Хорошо. Ну, понятно, давай. Теперь мы сделаем, как с Лехой. Ты ответил, а я сейчас иду, захожу и немножечко поправляю. Давай, я шарю экран. Подожди мне зайти в лекцию, да? Зайди, просто смотри, и вот, что я шарю там. Ага, все есть. Так, хорошо, смотри, во-первых, смотри, первое, по этому заданию ты вообще не уточнил у меня требования. Никакие. Ты у меня мог бы спросить вообще, какие существуют статусы? То есть мы с тобой ведем диалог, да? То есть я тебе там подсказываю статус за статусом, статус за статусом. Ты можешь меня вначале спросить, какие вообще есть статусы? Ну, есть ли спецификация какая-то? Да, есть ли спецификации, есть ли дизайны. Просто спрашиваешь у меня за статусы. После этого ты у меня спрашиваешь, хорошо, допустим, я тебе перечислил, какие вообще могут быть статусы у видео. Состояние статуса, не важно. Ты их, допустим, себе отдельно записал, а потом ты меня начинаешь спрашивать. Из состояния покоя, в какое мы состояние можем перейти? Только выберем файл, либо еще куда-то. Потому что из состояния покоя, там где видео, ну, открыто окно, да, открыто окно, окно загрузки. У нас еще есть вариант, что мы отсюда вам можем вернуться вообще на главный экран, да? В этом у нас будет отдельный переход. Отдельный переход мы куда-то можем вернуться. Почему нет, да? То есть уточняем всегда требования. Дальше идем. Выбираем файл. Здесь опять же ты меня можешь спросить. При выборе файла, либо сам подумай, да, какие еще могут быть состояния системы. Неподходящий размер файла, формат файла и так далее. Отменено, это отменено пользователем. Ну, да, еще может быть, что формат не поддерживается. Ну, короче, разные могут быть состояния системы и можно здесь в состоянии писать, там, ошибка отображена, там, ошибка неподходящий размер файла, либо формат. Окей. Ну, здесь можно это в состоянии написать. Потом, смотри, здесь граф в состоянии переходов предполагает, что отменено, мы вот так сделаем. Делать ручка. Вот так. Хопа. Мы обратно возвращаемся в первое состояние изначально. Да. Да. Не отменено. Здесь тоже самое, смотри. Удалено, у нас два раза опубликовано. Не должно такого быть. У нас здесь. А, просто возврат в предыдущее, я по-моему. Да. После удалено, оно у нас снова опубликовано. Хоп, стрелочку. Иди. Вот, это следующее. Вот. Если какие-то есть комменты, там, Иван, Леха, то welcome. Можете поправлять. Ну, даже, я думаю, если правильно сделать, там, где уже по-правильному одно другое опубликовать заново, там, как попросили, там. Ну, это ромбик висует. Есть и да, то назад нам опубликовано. Есть и нет. Ну, это уже блок-схема. Да. Это уже блок-схема. Да. Вот. Хороший коммент, Леха, смотри. Рома. На графе состояния переходов состояния описываются, как кружочки, не ромбики. Ага. Ромбики – это на блок-схеме, и ромбики на блок-схеме, посмотри, смотри, давай, самореклама. А. Смотри, блок-схема. Опа. Вот. Вот, ромбики – это да, нет. Я вам на лекции говорил. Я на лекции говорил, что ромбики – это когда у нас есть выбор да, нет. Угу. И разветвление. Вот. Здесь у нас что-то происходит, а кружочки – это конечное состояние в блок-схеме. То есть начальное и конечное состояние. А если что-то просто какой-то экшен, то экшен квадратиком. Ну, это по блок-схеме. Окей. Уграв состояние переходов, у нас кружочки. Вот. Ну, окей. Пускай тут будут ромбики и их снимем. Потом вот здесь на переходах обычно желательно писать, что это за переход. Нажатие на кнопку. Вот здесь на переходе написать, что переход – нажатие на кнопку «Загрузить видео». Вот. Ну, и так же само на каждом из этих. Вот здесь вот нажать на кнопку «Отменить». Да? Здесь подписать этот переход. Да. Потом дальше. Загружаем видео. Здесь мы тоже можем отменить. Или у нас что-то с сетью может произойти. Ну, то есть видео может быть отменено, удалено. Это тоже. И вернуть на один этот назад. Да. И может вернуть назад. А может как бы загрузить видео там наполовину. И оно зависло. И мы его там, не знаю, в блок переводим. Ну, опять же, ты уточняешь у меня требования, а я тебе говорю, куда оно должно вести. Вот. А ты не уточнял вообще требования. Ты просто вот, ну, так-так-так-так-так-так. И один путь, можно сказать, нарисовал. Один путь, по которому у нас проходит видео. А видишь, у нас есть вот эти вот все ответвления, переходы, возвраты и так далее. Ну, не подписаны. Ну, и здесь аналогично, да, все. Так, хорошо. Идем к следующему заданию. Давай, пожалуйста. Так, сейчас я вернусь. Остановить показ. Возвращайся в Excalib Draw. Сейчас я тебе скопирую, вот где ты находишься. Я тебе скопирую... Давай, тут чуток правее. Я тебе скопирую... Чуть-чуть правее. Да. Ух, какой большой мускейс. Я хочу от тебя увидеть тест-кейсы на следующий юз-кейс. Бам. Давай я тебя переведу на русский. Как юзер, я... Так, кто-то что-то говорит, да? Давай я переведу, да? Да. Как юзер я вижу чек-аут кнопку в чате, когда subscription... Когда истек срок подписки. Ну, какая-то платная подписка на сайте. И вот у нас юз-кейс. Ты же знаешь, да? Там техника тест-дизайна по юз-кейсам. И вот давай попробуем. Да, да, да. Я хочу от тебя услышать, какие тест-кейсы ты напишешь. Если тебе удобно, ты можешь их здесь там разрисовать, что ты хочешь написать. Если тебе словами сложно. Если не сложно словами, давай словами. Какие тест-кейсы ты напишешь на этот функционал? Ну, давай я тебя даже нарисую. О, смотри. У нас есть чат. И у нас есть... Вот здесь мы отправляем сообщение. Месседжи. Месседжи отправляем. И вот здесь у нас будет кнопка... Кнопка чек-аут. Когда... Когда... Сабскрипшн... Истек срок. Сабскрипшн. Подписки. И я хочу от тебя услышать тест-кейсы. По этому юз-кейсу. Так, ну, precondition будет у нас... Ну, давай я тебе так скажу. Давай не прям тест-кейсы, как тест-кейсы шаги, precondition, title и так далее. Давай просто вот, можно сказать, чек-лист больше. Чек-лист просто вот, что ты будешь тестировать. Не так детально. Да. Ну, куплю подписку на этом сайте. Хорошо. Ну, если я как разработчик смогу подмотать, ну, expire и посмотреть, действительно ли видно кнопку чек-аут при истеченном сроке подписки. Ну, хорошо, первый кейс хороший. Кто-то, если не углубляться и не расписывать, то... Да, да, хорошо, давай мне еще парочку кейсов назови. Ну, зайти проверить, есть ли вообще эта кнопка чек-аут с экспайером или без него. Ага, с экспайером или без него, хорошо. Ну, тогда ты проверил с экспайером, второй кейс без экспайера, то есть подписка у нас не истек срок действия. Хорошо. Так, секунду, а вот это вот внизу, что у нас за поле? Это input, input, ввести сообщение и отправить в чате. Ну, нужно, я бы зашел еще через, этот, через DevTools. Хорошо, а какой, ну, какой тест-кейс, тест-кейс, ну, не знаю, пункт чек-листа? Проверить подвязку bottom-up через PromDevTools. Ага, а что именно проверить? Какую подвязку? Ну, в дизайне может быть нарисована просто кнопка, а код не прописан. А как ты узнаешь, что код прописан под эту кнопку? Ну, найдусь строку в этом. Ну, хорошо, допустим, код прописан, все нормально. Ага, то есть мы проверили, что кнопка, подвязан к ней JavaScript, да? Ну, такой пункт чек-листа будет, к кнопке подвязан JavaScript. Да, 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 да. Угу. Ну, так, что еще, 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 еще. Так, хорошо, один раз протестировали, когда у нас subscription истек срок действия, кнопка есть, когда не истек срок действия, как кнопка нет. Ну, можно еще через пост проверить истекла. Хорошо, а как будет называться пункт чек-листа? Проверить, проверить наличие подписки у данного пользователя. Хорошо. Но только вот вопрос тоже, смотри, есть ли у нас данные пользователя? Есть. Если есть, то мы отправляем в базу данных и посмотрим, есть ли у нас подписка пользователя или нет, или ее вообще не было. Да, да, Иван, спасибо, все нормально. Так, хорошо. Я вижу, сложновато с тест-кейсами. Хорошо, Алексей, у тебя есть какие-то варианты? Какие тест-кейсы сюда можно добавить? Ну, пункты чек-листа давай, так, чтобы вы не начинали мне с pre-condition. Не, ну да, у меня тоже, типа, простенькие мысли, то, что проверить первую. Ну, тактик, я понимаю, чек-аут не отображается, есть ли у тебя подписка, да? Опять же, проверить без подписки, да, есть ли у кого-то, либо нет. С платной подпиской есть ли у кого-то или нет. Что тут еще проверить, да? Это гораздо хорошее. Хороший вопрос. Вообще залогиниться пользователем для начала. Залогиниться пользователем, окей. Так, Иван, давай, ты там с Мишей видел, посоветовался. Миша уже на опыте там. Не, мы ничего не советовались, мы шуточки дровились. А, шуточки? Выключи этого кота, он уже подбешивает меня, если честно. Так, выключить кота. Щааааас, тогда я пока выключу звук. Ну, я такой котик, на зоне, на зоне. Кто вымораживает, если честно. Сейчас какую-то другую херню включишь, да? Давай, давай. Ну, давай, о, уже получше. Тебе по стилю. Давай. Рассказывай, Иван. Включай микрофон и рассказывай, какие ты тест-кейсы сюда. Блин. Пункты чек-листа написал бы на этот юзкейс. Да, микрофон включи сначала, да, там кнопка внизу. Красная. Кнопочка, кнопочка, его стилы просто их очень много. Так, можно еще раз мне предварительно повторить? Повторяю еще раз. Хорошо. Как юзер я вижу кнопку check-out в чате, после того, как подписка… у подписки истек срок годности. Так мало, да? Мы не слышали, пакет пошли. Как юзер я вижу чек-аут кнопку в чате, после того, как истек срок годности подписки. Хорошо. Через Chrome DevTools можно еще посмотреть… Не-не, мне не надо Chrome DevTools. Пункты чек-листа. Окей, чек-листы. Проверка наличия подписки через Chrome DevTools. Вот так можно написать. Или проверка хедеров о подписке. Хорошо. Потому что потом… Можно на всякую пункты? Да, Рома, давай. Мы можем проверить, опять же же, в правильное ли время истекла подписка. То есть, вперед, да? То есть, приобретет на хедер, приходящий с базы. И, ну, скажем, раньше времени она исчезла. Может такое быть? Ну… В теории, может. Ну, мы же это тестируем, когда ты говорил тот кейс. А вернись, пожалуйста, на… А, ведь хотя… Смотри, в принципе, нам сейчас не нужен экран. Экран. Давай, я сейчас вытючиту экран. Бом. Окей. Смотри, в принципе, ты это тестировал уже, когда подписку неактивную тестировал. Правильно? Один раз активную, один раз неактивную. Ты там подменил какие-то данные, это я говорил, да? Да. У разработчика попросим подменить данные, чтобы срок годности истек. И вот мы проверяем. Так. Хорошо. Давай, Иван, может, еще какие-то есть кейсы. Сейчас, и правда, все пропали. Теперь подумаем. Пункты чек-листа. Думаем про пункты чек-листа. Угу. 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 А хотел еще по требованию уточнить. Это… вот оно так и должно отрабатывать? Либо же… Как-то подругу, возможно. Как-то? То есть, бах ли это, что оно пропадает или появляется? Не-не, это же наш юзкейс, это требование нашего. Юзкейс – это что он пользователь пишет обращение. Не-не, это менеджер написал. Менеджер пишет юзкейс в формате «как пользователь». Ла-ла-ла. Кстати, можно посмотреть чек-лист, проверить на разных браузерах либо же на разных аптах. То есть, может, какая-то версия там отвалилась, старая какая-то… Так, ну все, закрываем сессию ваших ответов. Я шарю экран и думаем вместе. Первый, самый главный коммент от меня. Не были заданы уточняющие вопросы. Вот это требование, оно очень маленькое. Оно неполное. Ну, то есть, по этому требованию тяжело все протестировать. Поэтому сразу хочется уточнить. А когда подписка? Когда у меня срок годности оканчивается? Хороший вопрос, да? Так я же тебе за это и говорил, когда хендеров посмотреть, когда… Да, да, да. Ну, а в требованиях? В требованиях уточнить. Когда она через день истекает? Через неделю, через месяц, либо через три месяца истекает срок? Хорошо. Потом хочется еще спросить. Подписка? А у нас на сайте одна подписка либо много подписок? Возможно. И какая подписка отвечает за чекаут в чате, например. Иди. Потом. Хочется спросить. Сейчас вы молчите, я отвечаю, ваша сессия ответов закончилась. Ну, просто чтобы у нас балагана не было вот этого. Так. Теперь. Чекаут кнопка. Смотрите, я нарисовал дополнительно в наших требованиях еще и input. Про input вообще ноль вопросов было. Понятно, что его здесь нет, но он, как бы, по сути, в задаче у нас есть, да? То есть, в требованиях я вам добавил вот этот скриншотик. И хороший вопрос – это можно ли отправлять месседжи, когда у нас висит кнопка Checkout? Либо этот input заблокирован. Disabled. Отключен. То есть, не можно отправлять месседжи, когда у нас подписка, сроганности подписки истек. И, соответственно, мы хотим, чтобы пользователь сначала сделал Checkout, а после этого вам уже мог отправлять сообщение в чате. Тоже логично, да? То есть, не обязательно это написано в требованиях, но, в принципе, это можно спрашивать. Вот это такие вопросы желательно задавать. То есть, вам пришел какой-то use case? Вы такие… Я хз. Вот. Потом следующий вопрос. Никто из вас не спросил, что должно быть… Что должно происходить по нажатию на эту кнопку Checkout? Ну, hello, господа. Какой-то экран. Или куда-то выбрасывает. Или там Apple Pay включается. Или там, не знаю, какой-то pop-up, какое-то сообщение вылетает. Ну, вот. Что? Что по нажатию на эту кнопку? Что после того, как мы там пройдем Checkout Flow? И так далее. Так. Ну, хорошо. Я думаю, тут понятно, да? Что сначала… Это я уточнял требования только. То есть, я сейчас две минуты просто уточнял требования. Общался. Узнавал за функционал. Вот здесь и здесь. Просто за каждое слово в use case цеплялся. То есть, я вам рассказывал про технику тест-дизайна use case. И, ну, вы такие, ага, ну, все понятно. Смотрим вот на use case и по нему составляем тест-кейсы. Так вот. Спросить, что такое expired. Когда он expired, когда он не expired. Сабскрипшн. Одна несколько… Может быть, у пользователя несколько подписок, например. Может быть… Может ли быть ситуация, что у пользователя несколько подписок, и одна подписка expired, а другие подписки активные. Что мы тогда делаем? Показываем Checkout кнопку или нет, да? Ну, тут вопросов просто десятки можно задавать просто по одной вот этой фразе и по одному вот этому маленькому скриншотику. Ну, хорошо. Я думаю, общая… Как это? Общая ошибка, понятно, да? Иван там попытался такой, типа, вот сейчас я вот спрошу… Сейчас я спрошу что-то за требования, а вопроса не было. Самого вопроса по требованиям не было. То есть, было там просто вот… А может, у нас есть еще какие-то требования? Ну, то есть, вопрос от Ивана звучал так. А может, у нас еще какие-то требования есть? Ну, это такой вопрос, типа… Иларион, а ну, давай. Расскажи нам… Расскажи нам все, что ты хочешь, чтобы мы у тебя сами спросили. Да. Ну, хоть попытка была уже. Окей. Окей, окей. Что еще можно протестировать здесь по самим кейсам? Ну, же говорю, узнать, когда подписка… Вот эти все требования поуточнять и уже по вот этим требованиям, которые я назвал… Ну, смотрите, я задавал вопросы и, по сути, по этим вопросам, смотря какие ответы ты получаешь, ты по этим ответам уже составляешь тест-кейсы. Там и про input, и про checkout кнопку и так далее. И про подписки одна или несколько, и вообще там как они восстанавливаются, и пропадает ли эта кнопка, если пользователь, допустим, купил подписку, да, то есть он нажал на checkout, сделал checkout, его вернул обратно в чат, должны ли мы эту кнопку куда-то прятать, либо она просто будет уже отключена, да. Так, хорошо. Хорошо, с этой задачкой понятненько. Ну, такие, видите, интересные сегодня задачки. Давайте следующую задачку. Рома, шарик, ран, и в экскалидроу полетели. И это, по сути, то, что часто бывает на тестовых заданиях, а может и на собеседованиях тоже. То есть от вас ожидают, ну, так, не знаю, не просто там эквивалентное разделение применить. Давай правее пойдем куда-нибудь. Не просто там эквивалентное разделение применить, там, не знаю, или ограниченное значение в поле. Вам не дают просто поле, там, вот, введи сюда цифры. И ты такой, о, ну, вводим 0, вводим минус 1, вводим 1, и вводим там еще какие-то ограниченные значения. А наш вообще ничего не проверяет. Так, хорошо. Рома, смотри, видишь меня, да, я бегаю? Да, 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 да. Я тебе вот сюда чуть выше. Бум. У нас... У нас есть функционал. Бум. Вот я тебе описываю требования. Видишь требования? Чуть-чуть левее. Так, 1, 2, 3. Да, 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 да. Так, хорошо. Название, цена и кнопка создать. Давай, я даже дизайн нарисую, чтобы легче было. Потому что все... И всегда, смотрите, когда вам на собеседовании дают какую-то задачку, всегда лучше расшарить экран, показать вот этот экскалидро и нарисовать. Вам легче думать, когда нарисован вот такой вот дизайн. И вы можете... Ну, вам не нужно в голове представлять, вспоминать, какие там поля. Все, вы нарисовали. Вот название. Название. Цена. Бум. Название, цена, два поля и кнопочка создать. У нас функционал создания товара. Создание товара. Просто какой-то сайтик. И у нас вот такие вот требования. Название, цена товара, кнопка создать. Если товар с такой ценой существует... Ой. Не ценой. С... Названием. Названием существует, то ошибка и товар не создается. Если цена товара невалидная, то ошибка и товар не создается. То есть, в принципе, вполне себе требования, которые вы можете увидеть на проекте. Хорошо. Я хочу, Рома, чтобы ты нарисовал мне блок-схему по этим требованиям. Вот такой вот интересный вопрос. Блок-схему? Да. Ну, блок-схему. Давай там, ну... Не так важно, что это будет блок-схема или граф в состоянии переходов, да? С какими-то там названиями на стрелочках. Вот. Все, в принципе, одно и то же. Это все остальное формальности. Мало кто там придерживается очень четко, там, что вот блок-схема, там, одни обозначения, да? Так, ну, задача ясна, да? Давайте, Леха, Иван, скажите, задача ясна? Ну, да. Все, хорошо. Да, в принципе, все, ясна, более чем... Не хватает по строчкам, чтобы разрядить обстановочку. Чего не хватает? Не хватает твоего фейса, чтобы разрядить обстановочку, Иван? Ребят, стоимость идей. Я боюсь, что если не подорожит, то ВКМ, ну, точнее, фронтенд сегодня не котил. А, у тебя фронтенд сейчас подгрузится, да? Я понял. Окей, давай, Рома, поехали. Ну, тут тоже мы начинаем, да, с состояния покоя? Ну, да. То есть, вот, у нас есть форма. То есть, мы сейчас не берем, что это сайт или мобилка, нам вообще не важно. Про Chrome DevTools, вы вот это лезете, ну, знаете, как там, ну, услышал новый инструмент, или там, вот, я знаю, и вы лезете просто вот. Вот. Chrome DevTools проверить, что есть там subscription. Что? Куда? Зачем? Так, хорошо. Состояние покоя, то есть, ну, все input пустые. Пустые? Да. Потом, какое у нас следующее состояние? Давай подумаем. Так, ну, если, как ты учил, то тут мы, получается… Иван в комнате отдыха, он всем в чат написал. Спасибо за уточнение. А, будем текст, поле название. Ну, это ребро наше. Ага. Ну, хорошо, допустим, да. Ну, я же говорю, нам не так важно, что это блок-схема, да, там, или игра в состоянии перехода, просто, блин, нарисуй мне, о, диаграмму, во. Да, хорошо. А нам надо вообще быть зарегистрированным там? Не, не, просто у тебя есть форма, вот форма и все. Не нужно, ничего не нужно. Так, 1, 2, 3. То есть, сайт рабочий полностью, да? Ну, да, полностью все рабочие, вот у нас есть форма. Ну, во-первых, тоже уточнить, цена в какой валюте, например, можно ли выставлять валюту? Без валюты. Или какая-то, да. Мы же айтишники, доллары, конечно. Доллары, конечно, но. Так, хорошо, вводим текст в поле, окей. В поле названия, окей, ввели текст в поле названия. Можно я не буду заморачиваться, я буду просто кушать. Да, не заморать, я же говорю, да, 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 просто дорисуй мне диаграмму. Так, вводим, запомнили, так, есть. А там? Можно, да, что-то? Можно пометить под P? Леха, Леха, тебе еще слово дам. Вчера помолчал. Молчание, золото, все нормально. Поле название заполнил, хорошо, пойдет, да. Так, обожаешь чуть-чуть сделать, чуть, не знаю, чуть-чуть. Больше? Да, хотя... Ну, нормально, окей, пойдет. Так, дальше, 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 заполнено. Ну, мы можем попробовать протестировать это поле. Не-не-не, мы диаграммку рисуем. Просто диаграммку... Да-да-да, просто мы не пробуем еще ничего тестировать, мы просто рисуем диаграммку. Так, тут получается, что заполняем. Вводим цены. Хорошо. Так, все, введена цена, окей. Иван. Иван, с возвращением. Благодарю вас. Все было четко, быстро и в срок. Ну, отлично. Ну, отлично. Да, совершенно. Так, ну, смотри, на собеседование желательно, ну, свой поток мыслей озвучивать, потому что у нас такая пауза на минуту, знаешь. У меня же вопрос. Что значит валидная цена? А что подразумевается? Ну, максимальное число, не знаю, десять тысяч. Да. Значит, тут у нас будет получаться... Десяти тысяч... Да. Кстати, ну, по названию тоже вводим текст. Сколько символов у нас на название отведено? Тоже десять тысяч, Максон. А спецсимволы можно? Эээ... Все можно. Без... Гулять так гулять. Да. Ну, а что? Что нам жалко для Ромы, да? Лех, а я жалко? Ну, а что? Чуть-чуть. Рому жалко или что? Да. Так, хорошо. Поле название заполнено, цена заполнена. Окей, что дальше? Нажимаем кнопку, окей. Хорошо. Угу. Хорошо. Попапчик. Возу данную. Потом мы получаем подтверждение. Правильно, что этот попапчик, да, всплывающий приходит? Да. Хорошо, пускай попапчик приходит, да. Да. Леха, что ты, разминаешь? Я с него и не вставал. Опа! Так. Смачная кудоба. Сейчас. А теперь сейчас мы сделаем этот. Есть товар с таким названием существом. Ага, так. Сейчас вам это. Поле название заполнено. И сделаем отсюда. Отвод. Ё-моё. Есть ли поле название? Ладно, подожди, подожди, сейчас. Можно подумать. Да, да, да. Думай. Куда его всунут? Сейчас. Вода проходит проверку. А валидация именно в одних данных происходит сразу или при отправке уже в базу данных? Сразу, пускай сразу. Сразу. Когда мы сейчас... Или как тебе удобно? Давай так. Как тебе удобно сейчас? Блин, короче, надо поле вот эту вот проверку, валидацию поставить после названия заполнено. Ага. То есть, прошла ли валидация? Если не прошла, тогда возврат у нас на состояние покоя, то есть на пустой лист. Угу. Окей. Угу. Да, да, да. Да, да. Ну, хорошо, давай. Ну, мы представим, что она есть. А потом сейчас еще цена. Цену, когда мы вводим, тоже будет возврат. Угу. И возврат будет тоже в состоянии покоя. Угу. То есть, будет выкидывать на... Ну, то есть, если неправильная цена, то в состоянии покоя, правильно? Да, да, да. Угу. Так, хорошо. Есть еще какие-то у нас возможные, не знаю, состояния системы? Сейчас, сейчас, сейчас. Думаю, думаю, да. Ну, может, после добавления товара в базу публикации на сайт? Не, ну, это уже не относится к нашей форме, поэтому можем упустить. Так, что еще? Так, ну, хорошо, и так нормально стрессанул, отдыхай. Леха, смотри на вот эту диаграмму, что тебе здесь не нравится. Ну, и вообще, давай, я тебе то же самое задание, по сути, нарисовать диаграмму по этим требованиям. На первую очередь, это название товара. А что это, может, он и не нужен для того, чтобы одинаково назваться? То есть, зачем его, например, одинаково назваться, если оно не надо так? Ну, и при... Так, и если взять в плане состояния, там поле названия заполнено. Заполнено, например, одинаково названием, потом другим названием. То есть, хотя бы должно есть. Написано в требованиях, что оно не валютирует, когда название такое уже существует, да, запомнил другим названием. И оно там, где поле названия заполнено. Ну, опять же, символы расписано, там, не больше десяти тысяч символов. Ну, тут уже просто как, как валютно разбросал бы, там, какую-то часть символов, вторую и третью. Куда-то разбросал на БАК схеме? Ну, я, например, там, не больше десяти тысяч символов, да, что-то. Я не знаю, зачем они, конечно. Я вообще не знаю про них, ну, в смысле. Тут просто у нас требования, что название товара существует. Да, тут вопрос, сколько символов, там, либо цена. А, а, и следующая цена товара невалидная. Вот с ценой товара невалидная, это я уже сделаю. Типа, какая цена товара, там, десять тысяч. Уже попробовал бы, там, тысячу, там, да, там, к примеру, там, пять, десять тысяч, конечно. Я бы убрал вот тогда не больше. Так, хорошо, Леха, давай сразу тебя остановлю, потому что я не могу. Я тебя прошу нарисовать блок-схему, ты мне отвечаешь эквивалентное разделение. Я тебя прошу нарисовать блок-схему по требованиям, ты мне эквивалентное разделение лепишь. Я тебя спрашиваю, а куда эти эквивалентное разделение прилепить на блок-схему, ты мне дальше лепишь эквивалентное разделение. Ну, то есть, ты не слышишь вопрос, а отвечаешь вообще не так. Я понял, там, где вот эта полиция заполнена, сделал бы, опять же, разделение и там проверка, например, с какой-то ценой проверка с какой-то ценой. Ого, у нас большая блок-схема была, я так скажу, если честно. Так, ну хорошо, так, Иван, давай. Единственное, что я попрошу, можно мне убрать, чтобы я видел эту запись, саму, еще раз. Как видим? Благодарю, огромное. Так, читаю, я крайне быстро. Название, цена товара. Окей, взяли состояние покоя, поле названия. Я бы сделал просто две стрелочки. Невалидное название, эвалидное. Представим, что мы знаем, какой из них валидный, какой невалидный. Мы требуем, это все уточнили, здесь прекрасно. Вот. Я не всем понимаю, то ошибка, какая ошибка, что за ошибка. Она свернет по требованиям или что-то действие происходит. То есть, они понимают о состоянии покоя или это еще просто надо будет стереть, это все. Мы предположили, что это возврат на состояние покоя. Рома, попрошу не перебивать. Давайте я вам по очереди даю слово, а потом, да-да, я буду вам давать слово. Если хотите, что сказать, то поднимайте руку в Google Meet, вот так. Потом, если товар с таким, значит, существует ошибка и товар не создается. То есть, я бы стрелочку отвел бы. Валидное название, то есть, как бы новое, да. Невалидное, то есть, существующее. Потом дальше пошел, если бы не берем пустое поле, например, упускаем этот момент, чтобы не расширять таблицу. Вот. Если невалидное, то тоже на состоянии покоя. Дальше вниз листаем. Если цена от валидного, потом стрелочка вниз. Так. Форма отправлена в базу. Ну, поле цена заполнена, да, форма отправлена в базу. Если невалидная у нас стрелочка идет, то, значит, тоже на поле состояния покоя. Вот. Как-то вроде бы минимально достаточно в моей голове. Так. Хорошо. Ну, давайте. И опять же, я шарюю экран, и мы смотрим. Смотрим, как бы я ответил. Опять же, я ответ не отобил. Просто вот, если бы меня на совместе начали такое спрашивать, то как бы я отвечал. Так. Так. Сначала вот это все дело чуть, я куда-нибудь в сторону. Как ты двигаешь? Ну, ну, выделяю и двигаю. Ты левой зажимаешь или колесом? Ну, обычно зажимаю. У меня без мышки, у меня тачпад. Ну, короче, поиграешься. Так. Смотрим. Господа, первое. Кто у меня уточнил требования? Немножко Рома и немножко Иван в конце уточнил. Что за ошибка Иван уточнил? Что за ошибка? Что означает ошибка, да? Рома не уточнил требования, уже была нарисована диаграмма наполовину. Рома начал уточнять требования. Теперь давайте смотреть, как бы я отвечал на этот вопрос. Первое. Я смотрю, грубо говоря, в целом читаю все требования. Смотрю на вот этот наш крутой дизайн. И начинаю задавать вопросы. Вопросы следующие. Название. Минимальное количество символов. То есть, вот видите, даже Рома спросил у меня, а что по названию там? Вот. Я ему говорю, максимальное количество 10 тысяч символов. То есть, сразу напрашивается, хотел услышать от Ромы вопрос, а минимальное количество? Да. А Рома не спросил. То есть, сразу у нас поле названия. Прервался. Да. Минималь. Алло, раз, два, три. Прервался. Сейчас нормально, слышишь? Слышишь? Да, да, да. Спасибо, если что, говорите. Так, хорошо. Название товара. Минимальное, максимальное количество символов. Какие доступные у нас символы можно ввести, на каких языках и так далее. По названию. А, и опять же, важный вопрос. Является ли название обязательным полем? Да. Цена. То же самое. Минимальная, максимальная цена. Является ли цена обязательным полем? Да. Может показаться, что это тупой вопрос, но нужно его задать. Минимальная, максимальная цена. Какое количество символов после запятой можно в цене указывать? Что еще? Хороший вопрос от вас прилетел, да? В какой валюте? Что еще? Может, можно ли создать товар с ценой ноль, кружочек, да? Тоже хороший вопрос. А, ну это, по сути, минимальная максимальная. А, может быть, у нас минимальная 10 долларов, а ноль это просто вот ноль. Это ноль, это как бы тоже желательно спросить, как он обрабатывается. Можно ли в поле цена, ну если цену с минусом ввести, да, то понятно, что плохо будет отображаться. Какой формат цены? Во. Вот я спрашивал, сколько символов после запятой и вообще какой формат? Как она здесь будет отображаться? Так, что еще? Потом Рома спросил про 10 тысяч символов, да? 10 тысяч символов там и тут максимальное число 10 тысяч. Сразу напрашивается вопрос, а какой здесь input будет? Он будет расширяться, откуда он будет расширяться с этими 10 тысячами символов? Либо он будет куда-то скрываться, либо тут scroll появится в этом input. Вот это хороший вопрос. И какое максимальное количество строк в этом input? Даже если тут есть scroll появится, то какое максимальное количество строк, да? При scroll. Так, хорошо. Кнопка создать. Отображается ли кнопка создать, когда у нас не введены поля? Если она отображается, она активна, либо не активна. Что будет, если мы нажмем на кнопку создать, когда у нас не заполнены поля? Либо одно из полей заполнено невалидно. Так, что еще? Если товар с таким названием уже существует, то ошибка и товар не создается. Сразу, да, там вопрос хороший. Какая ошибка? Это по папчик, либо это под сообщением, либо над сообщением. Плюс там Рома спрашивал немножко, но это потому, что у него не выходило диаграмму нарисовать, но вообще в уточнении требований хочется спросить. Происходит валидация, когда ты нажимаешь кнопку создать, либо валидация полей происходит, когда ты вводишь что-то? Допустим, ввел несколько символов и через 300 миллисекунд пошел запрос на backend, быстро провалидировалось название и тебе здесь ошибочка высветила. Sorry, такое имя товара уже есть. Что еще? Потом спросить, что будет, если мы на backend все-таки через Postman, вот ваш любимый Postman from DevTools, если мы все-таки отправим создать, то есть валидация у нас не прошла, но мы через Postman все равно отправили существующее уже название. Какая там ошибка сервака вернется, да, там 409 конфликт, например. Товар не создастся. То есть здесь напрашивается сразу вопрос, а что означает товар создастся? Это какой-то попапчик нам покажется, либо мы этот товар можем просмотреть в базе, либо можем просмотреть где-то на каком-то списке товаров. Будет ли этот товар доступен там пользователю? Ну окей, это уже вопросы больше не по этой форме, а в целом. Так, цена товара не валидная. Окей, уточняем, что такое валидная цена, да, я в принципе уже уточнял. Ошибка. Что это за ошибка и когда она отображается? Товар не создается. Ну так же самое здесь. Так же самое товар не создается. Что еще мы можем такое подумать? О, после нажатия на кнопку создать у нас что происходит? Очищаются эти поля, либо не очищаются, либо они остаются на месте. После нажатия на кнопку создать у нас там попап показывается, либо у нас на новую страничку для редактирования этого товара перекидывает и т.д. Вот это что я задавал бы по уточнению требований. Это я вам уже 3 минуты сейчас рассказываю, просто уточняю требования. Вот этого ожидают на собеседовании. Окей, давайте теперь попробуем блок-схему с вами нарисовать очень быстренько. Смотрите, первое состояние, состояние покоя, все поля пустые. Опять же, сейчас рисую просто как на работе. По сути, я не готовил блок-схему, она у меня сейчас нигде не нарисована. Так. Смотрите, первое это у нас пустые поля. Вводим... Блин, а можно шрифт нормальный? Не, вышли, вышли. Так я нормально уже сделал шрифт. Ввести название. Так, хорошо, ввели название. Теперь мы, если... Название валидное и знак вопроса. В ромбиках вот это всегда со знаком вопроса. Вот, поехали дальше. Название валидное. Так, я не помню, куда да, куда нет обычно пишут. Правое, да, левое. Правое, да, обычно, да? Да. Ну, не так важно, может быть по-разному. Окей. Валидное, предыдущий, ну, рано, окей. Валидное название 4. Так, это тогда у нас... Если название не валидное, то у нас конечное... Конечное... Не, не конечное состояние системы, а промежуточное. Ошибка. Ошибка там. И какая ошибка? Раз, два, три. Так, хорошо. После ошибки мы куда можем перейти? В... Мы можем перейти только в очистить поле. Ну, там, очистить поле или ввести название там... Не знаю. Изменить название. Значение поле названия. Изменяем. И сейчас мы переходим... После того, как мы изменили, мы опять в валидацию возвращаемся. Логично. Либо после... Ну, либо здесь можно, в принципе, после ошибки мы можем обратно ввести название, да? Здесь я сделал это как изменить. Ну, в принципе, мы могли бы и из ошибки сразу туда ввести. Окей, камон. Ctrl-Z не работает. Ну, алло. Будет серьезно. Окей. Так, хорошо. Здесь больше никуда, по сути, не перейдем. Вот. Название валидное. Да. Если у нас название валидное... Чикс. Ввести название. Окей, здесь еще можно добавить пункт на backend отправить запрос для валидации, если он сразу отправляется. Ну, пускай это у нас здесь будет. Название валидное, по сути, это backend валидирует, да? Так, потом мы ввести цену. Ввести цену. Ввели цену товара. И здесь проверяем. Да. Аналогично. Пять. Спустились. Бум. Ромбик. Ввели цену. Валидная цена. Мы сейчас не будем расписывать, какая она здесь на блок схеме. Это уже требование. Так, пять. Да. Пять. Да. Блин. Короче. Нет. Нет. Если не валидная, по папам, угадайте что? Ошибка. И будет уже другая ошибка. Вот. Сейчас скопирую так. Ошибка. Другая ошибка. Потом изменяем значение. Бла-бла-бла. Да. Вот. Так же самое, как и здесь. Вот. И так же самое. Сейчас буду вот так рисовать. Вот. Изменяем значение. И так же самое. Отсюда переходим в валидная цена. Цена валидируется. Все. Ввели название. Ввели цену. Переходим дальше. Нажать на кнопку... Что там, как она называлась? Создать. Создать. Да. Кнопка создать. Создать. Ну, понятно, да. Если валидация у нас сразу происходит, то эта диаграмма вот так выглядит. Если у нас валидация происходит только после того, как на backend запрос отправился и ответ пришел, то у нас вот эти все и фейлсы будут здесь уже выполняться дальше, после нажатия на кнопку создать. Так. После нажатия на кнопку создать, у нас дальше диаграмма идет... Куда? Ну, по папочек, да, какой-то отображается. Данные. Все. В базе. И... Бом. И последнее. Финальное. Смотрите. Финальное. Они кружочки обычно. Брожон. Поп. Попап. Товар. Создать. Это фейтовар. Ну, понятно, здесь еще можно добавить, что там поля очищаются на форме, либо нас куда-то перебрасывает, да, но это уже детали. Вот. И вот так вот выглядит наша диаграмма. Попа. Еще раз вам объясню. Не знаю, на лекции, не помню, объяснял, нет. Вот это техника тест-дизайна по блок-схемам. И теперь мы можем здесь писать тест-кейсы на вот эти вот ответвления. И потом мы, когда написали тест-кейсы, мы такие смотрим, все ли мы вот эти пути покрыли. Все ли мы покрыли здесь. Все ли возможные переходы. Вот. И это очень удобно. Даже можно тест-кейсы писать прямо вот по вот этой блок-схеме. А я вам скажу так. На самом деле, на практике, когда у вас требования не вот такие, а чуть-чуть больше, скажем так, и функционал у вас не просто форма, да, банальная, то вам очень полезно нарисовать блок-схему аналогичную этой. И она будет там в 10 раз больше. И вы ее можете и с разработчиками, и с менеджерами проработать. И у вас будет, пускай это будет up-to-date. Если какие-то требования меняются, то вы зашли и поменяли какой-то блок. Раз там, не знаю, там. Добавить еще какое-то поле здесь, то это вы там еще вот здесь вот добавили еще какое-то поле дополнительное. Третье. И уже была бы ваша диаграмма. Так, хорошо. Разобрали. Что еще, все живые? Да, да. Да? Да? Да. Не заснули? Пока я тут распинался. Да, слыны тут горы. Фух. Так. Что у нас, что у нас, что у нас еще? Ну, на самом деле, я хотел бы еще у Ромы спросить. Вот у нас есть то, что я разрисовал, вот эта блок-схема. Ну, и понятно, что напрашивается сразу вопрос. Я хочу по этой блок-схеме посмотреть, какие бы ты написал тест-кейсы. Вот. Ну, давай это уже сделаем домашним заданием, потому что мы и так видос будет почти полтора часа. И, ну, и так уже нормально, я думаю, разобрались за сегодня. Потому что по этой блок-схеме можно тест-кейсы посоставлять. Давай я тебе запишу как DZ. Вот тут. Подождите там. Да. Запиши себе куда-нибудь. Составить. Ну, давай не тест-кейсы. Вот. Потому что я всегда беру тест-кейсы. Составить чек-лист. По блок-схеме. Алло, Белархан. Пакеты АТБ. Составить чек-лист по блок-схеме. Это первая домашка. И вторая домашка. Составить по этой блок-схеме таблицу принятия решений. Можно, Иван, как ты думаешь? Можно по этой блок-схеме? Да. Да. И я тоже думаю, что можно. Она будет очень маленькая, эта табличка на самом деле. Очень маленькая. Да. Я даже могу тебе сказать, что это будет сейчас, если две, на восемь полей. Ну, составишь там мне пришлёшь. Да, да. Так, хорошо, посмотришь видосик с Лёхой по техникам тест-дизайна, которые мы с ним применяли. И там вообще другие задачки, абсолютно. И тоже больше как по практике. Вот этот видосик я залью, пересмотришь этот видосик. И домашек. Ну, что я скажу. Ну, ты сам пересмотришь видосик и посмотришь, как ты отвечаешь. То есть, ты понимаешь, что это такое, ты понимаешь, что такое техника тест-дизайна, но вот эти вот, видишь, такие более продвинутые техники тест-дизайна, когда что-то нарисовать самому, то сложновато. Сложновато. И самое главное, уточнение требований. Это у Лёхи было вчера? Угу. Это нормально. Ну, то есть, я и Лёхе вчера говорил, что все тупят. Абсолютно все. Я тупил, вы сейчас тупите, вы через год посмотрите вот эти видосы, интервьюшки, и вы такие, да ладно, вот это я отвечал точно. Вот. То есть, это нормально. Все на начальном этапе тупят. Лёха так же самое. Я ему первую задачку даю, потом я ему объясняю. Лёха, сначала спрашиваем требования. Лёха такой, да, окей, всё понял. Даю ему следующую задачку через 30 секунд. Ноль вопросов. Сразу летит. Да. Можно перейти? Да. Оно главное. Ещё перед интервью, я понимаю, что надо спрашивать. Ебаня. Когда я смотрю на это и думаешь. А что, блин? А что, спрашивай? Да, что спрашивай. Да, для этого нужна практика, для этого нужно тренироваться. Лёха, назови, пожалуйста, домашечку, которую я тебе читал, зачитывал вчера, ну так, с головы. С чем можно? Весь секунд. Да, да. Написать чеквист, тестирование карандаша, чашки, ручки, бесприводных наушников, E-104. Использовать технику. Да. Да. Ну, понятно. Ещё можно. А, и сайт-процент. Да. Скинь, пожалуйста, вот эти все задания, Роме, и с сайтом, с поиском, и с отображением товаров, да, написать таскейс. Рома, смотри, задание какое. Вот это, написать чек-лист по тем предметам, либо функционалу, который тебе Лёха скинет. И просьба, написал один чек-лист, скинь мне, я посмотрю. О, и ещё, я Лёхе говорил, смотри, очень классный метод. Так разработчики часто делают, если не могут решить какую-то задачку, либо структуру данных подобрать правильную для решения какой-то задачи, то программист перебором подбирает структуры данных для решения задачи. То есть перебором сначала берёт, о, что я вчера называл там, link-лист смотрит на задачу. Нет, эта структура не подходит данных. Берёт следующую структуру данных. Там, map – подходит, не подходит. Set – подходит, не подходит. Там, очередь вот такая подходит, не подходит. PriorityQ – подходит, не подходит. И потом, и программист, у программиста там есть, допустим, 10-20 основных структур данных, он их перебирает, и потом на какую-то структуру данных натыкается, и он такой – О, так это та структура данных, которая мне нужна для решения этой задачки, знаешь? когда ничего в голову не лезет поэтому я вам советую вот эти предметы которые я дал и функционал вам написать по ним чек-листы я советую по каждой технике тест-дизайна написать какие-то пункты чек листа например ты это берешь какой-то предмет либо функционал который легкие скинул и берешь технику эквивалентное разделение и пытаешься применить эквивалентное разделение к этому предмету к этому функционалу потом берешь следующую технику тест-дизайна применяешь ее к этому функционалу следующую технику ты сделана применяешь к этому функционалу и вот так вы набьете руку иван набивал руку на тестовых заданиях и там он уже ну нормально так скажем садился на жопу по орешкам да по набивалась по орешкам да ну то есть но реально ты садишься на жопу когда первая тестовая прилетает это такое ты не знаешь что делать вот поэтому позанимайтесь а потом сначала будет сложновато а потом у вас будет как у меня ну просто на автомате вы делаете то же самое когда повторяешь одно и то же ну блин все одно и то же вот так хорошо вот эту домашечку и просьба я же говорю что-то одно сделал но пришли мне я тебе прокомментирую что-то потом второе что-то будешь делать я прокомментирую уже третье будешь делать меньше ошибок будешь допускать и он что думаешь да дополнительно лёха тебе тоже желательно и добавить сюда же лёхина задание да да и добавить сюда же вот это чё лёхина ну там уже с ним спишетесь вот а лёхи ты передай вот что что я тебе сегодня сказал сделать тест кейсы по блок схеме но это вам же надо ну то есть на собесе может и так отстреляете да там на знание что такое эквивалентное разделение и граничное значение но если вас что-то еще спросит а как ты применял эти техники тест дизайна и ты скажешь а вот так применял да давайте я вам покажу и вы такие раз и покажете ему диаграмму которые мы с вами рисовали вместе либо которую вы сами нарисуете дома там и так далее не разбираться надо потому что теория теории нужна практика она добилась пять минут там чтобы сообразить таблицу принятия решений примерно да но оно должно быть вот так ну тут потому что там ну нечего нечего думать просто таблица принятия решений бух бахкаешь по требованиям чё не знаешь уточняешь интервью я а тут если у нас вот такие вот выставлены в этом кейсе тоже какой у нас результат в итоге мы ожидаем от системы вот так чай вон ты такой такой напрягся такой бутылка доставай ё-моё хорошо скажу я очень рад что быстро пролетел первый но с другой стороны с другой стороны типа она вроде кажется тяжелее собака пролетелкой пуля а не что куча знать будет на тестах меньше потом гемора ну и плюс сейчас мы тренируемся и даже по видеосвязи мы тренируемся сейчас как реальный собес просто сейчас по одной теме мы вот так вот проходим прям ух а на собесе просто тебя там спросили там спросили там спросили да его надо просто соц скиллы да потому что это молчание это капец я не слышал так получилось а вот ну надо говорить с ними постоянно паша нет это больше всего любят типа важно соц скиллы и и английский но рома пересмотришь этот видос увидишь что там какие-то паузы знаешь там 30 секунд пауза ты ничего не говоришь и она такое знаешь вот как сейчас было 5 секунд только 30 ну короче есть на чем работать и это нормально вот всем есть на чем работать занимаемся все давайте сделаю если кто-то досмотрел этот видос до конца то сделаю рекламу рекламу чего лайк подписка колокольчик там что там еще о давайте еще какой-то прикол но уже для тех кто именно досмотрел до конца до конца час чаще час блин я хотел вообще какую-то мордочку включить но что-то у меня не получается мужики картинка в картинке прикол в приколе картинка в картинке а в самом конце так я включу свою любимую рыбку которую я не вижу вау кайф нет это прикольно да о спят усталые и мужики я извиняюсь но смертельный номер поставьте лайк если вам не понравилось то что сейчас иван сделал с мишкой а мишка прям проснулся поставьте оставьте комментарий если вам не понравилось то что сейчас сделал иван вот иван давай еще на подписку на подписку сделай на подписочку чтобы с каждым кто не подписаться и не ну все отлично давайте полетели я я ну все давайте отлично фу ну что давайте скоро спать отлично позанимались видосик скину посмотрите очень полезно будет и легкий видос тоже иван тебе тоже полетели